Зимой волосы подвергаются двойному негативному воздействию. Их сушит и мороз на улице, и сухой воздух в помещении. В этот период им нужна особая забота. Правильный уход за волосами начинается с правильного мытья, считает колор-эксперт Лариса. Самое главное, не то, какой марки шампунь вы выбираете, а то, как вы моете волосы. Наши волосы покрыты чешуйчатым слоем. Только если на этом уровне, от корня, отрастает 2-3 см, здесь 20 чешуйчатых слоев, то к концу, за счет жизни, обеспечения наших стараний в отношении волос, остается 3-4 см, а то и тогда они рвутся. Когда мы моем голову, мы еще создаем эффект трения. Поэтому, когда мы моем голову, мы моем ее очень аккуратно, очень нежно. Когда вытираем, мы не делаем вот таких движений, мы просто промакиваем. После мытья специалист рекомендует нанести на волосы питательную маску. В составе такого средства обязательно должен быть комплекс масел, комплекс увлажняющих компонентов и кератиновая система. Я уже говорила, что очень много чешуек теряется по жизни. И, соответственно, маска должна заполнить эти пустоты. Вот когда она это делает, у нас волосы становятся гладкие, яркие. Вот в данной ситуации девушке тоже рекомендовано использовать маску, но не чаще, чем 1 раз в неделю. Это для всех. Когда мы закончили смазку, смыли ее на волосы, нужно нанести продукт, который мы не будем смывать, который останется на наших волосах до следующего мытья. И вот именно он даст возможность опять закрыть чешуйки, как бы их зацементировать. И даст возможность волосам не реагировать на внешнюю среду. Выбирая средства по уходу за волосами, обращайте внимание на страну производителя, советует эксперт. Например, испано-итальянские средства нам вряд ли подойдут, они рассчитаны на волосы совершенно другой структуры. Также внимательно Лариса советует относиться и к бабушкиным рецептам. Их польза бывает порой сомнительна. Давайте смешаем майонез, яйцо, добавим туда масло какого-нибудь растительного. А потом я задаю вопрос. Девочки, а сколько вы смываете эту масляную маску со своих волос? Ну, раза 3-4. Ну, а логика-то где? Вот объясните мне, если вы нанесли масло на волос. А опять же, растительное масло обладает свойством сушить. И без определенных компонентов они только иссушат ваш волос. А потом вы еще шампунем три раза его помоете. А где в маске из яйца, майонеза, ну еще поспорим там состав майонеза, уточним, да? Где в этой маске кератиновая основа? Где то необходимое составляющее, которое закроет пустоты? Самое оптимальное – сначала проконсультироваться со специалистом, подойдут ли вашим волосам бабушкины средства. Это же касается и средств профессиональных. Неправильно подобранная маска или сыворотка могут нанести серьезный вред и только ухудшить состояние волос.